Каждый раз обращался за медицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здоровье, а порой и жизнь. Лечить людей – это призвание. Хирург Виктор Крывули – человек легендарный во всем. Человек эпоха, врач от Бога, депутат, грамотный администратор. Виктор Андреевич – лауреат в номинации «Легенда здравоохранения». Поднимите руки, кто хотя бы один раз бывал на приеме у Виктора Андреевича. Аплодисменты Виктора Андреевича. Профессия врача требует особых душевных качеств, высокой квалификации, знаний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Молодое поколение принимает эстафету «Спасение жизни». Врач-эндокринолог Виктория Димурчева – победитель в номинации «Молодой специалист». Принимает больных и в Гостогаевской, и в отделении терапии городской больницы. Ведет прием специализированных пациентов. Самое главное в нашей профессии – это сострадание к пациентам, конечно, неравнодушие, да, и внимательность, наверное, ответственность. Все-таки нужно относиться к своей профессии с любовью. Медицинских работников с праздником поздравили творческие коллективы курорта. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил работу специалистов почетными грамотами за выдающиеся заслуги и благодарностями за многолетний добросовестный труд. Я хочу сказать слова благодарности людям, которые в нынешнее время, да, совершают героические поступки. У Анапы есть своя специфика, которой нет у других городов и районов Краснодарского края. Это то, что Анапа – город-курортный. И мне бы хотелось, пользуясь сегодняшним случаем, чтобы курортная медицина, ну, если слово подходит, дружила, то примите его, дружила с муниципальной медициной. Чтобы это было одно целое. Отметили работу медиков санаторно-курортного комплекса. В номинации «Курортная медицина» лучшая главная медицинская сестра Наталья Журавлева и руководитель медицинского центра «Санатория Делуч». Профессия врач, профессия медицинская сестра – это не только профессия и название. Это жизнь, это милосердие, это сердце, которое отдано людям. Врач года – нейрохирург Артем Айропетян. Отметили бригаду скорой помощи в номинации «Спасение года». Случай на Утрише – один из самых тяжелых. Москвич с сахарным диабетом забыл дома инсулин. Скорую вызвали, когда мужчина уже был в коме. Оказанная вовремя помощь спасла гостю жизнь. Лауреат в номинации «Лучшая медицинская сестра» Надежда Лысочкина. Успевает сделать все дела не только на работе, но и дома по хозяйству. Я люблю свое операционное дело. Кроме операционного дела я ничего не могу, ни в одном отделении. Я только знаю свое дело. По-домашнему, конечно. Я люблю дом, я люблю хозяйство. У меня все нормально. Как и в любой профессии, у медиков есть семейные династии. Лауреаты в этой номинации, врачи в третьем поколении и вечурины. Награда «Общественное признание» у Валерия Маскакова. На пульт диспетчера поступил вызов, машина выехала в сельский округ и застряла в снегу. Валерий Маскаков не оставил машину скорой помощи и в 20-ти градусный мороз ждал вызволений снежного капкана. В день профессионального праздника врачи и медсестры принимали поздравления. И в каждой речи звучали слова, насколько важна профессия людей в белых халатах.